Павел Федоренко, Илья Качай. Спокойствие, только спокойствие. Как контролировать нервы, эмоции и настроения. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Переизбыток информации. Еще несколько лет назад на просторах всемирной паутины было довольно сложно найти качественную и доступно изложенную информацию о том, что такое вегетососудистая дистония, панические атаки, навязчивые состояния и беспокойства, а самое главное, как от этого избавиться. Сегодня мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Сведений об этих проявлениях избыточной тревоги предостаточно и в интернете, и в книжных магазинах. Однако проблема состоит в том, что в оглушающем потоке информации легко затеряться и запутаться, особенно тревожному и мнительному человеку. Вопрос о том, насколько полезной и вместе с тем безвредной эта информация окажется для человека в состоянии невроза, по-прежнему остается открытым. Справедливости ради надо отметить, что качественные материалы о преодолении невротических состояний сегодня встречаются нередко. Однако разница в подходах, тонкости изложения терапевтических принципов, нюансы применения схожих техник и упражнений способны сбить с толку даже специалиста. Как же при этом рискует человек в состоянии выраженной тревоги, желающий как можно скорее избавиться от ее симптомов и по этой причине старающийся охватить максимальное количество методик? Такое стремление получить все и сразу, лежащее в основе любого невроза, приводит только к ухудшению состояния, но часто не отменяет желание все-таки найти волшебную таблетку от всех тревожных недугов. В итоге человек может сделать ложный вывод, что ему больше ничего и никогда не поможет, потому как волшебной таблетки от невроза по-прежнему не существует, несмотря на заверения некоторых псевдоспециалистов, дающих стопроцентные гарантии избавления от избыточной тревоги за несколько сеансов. Окончательно запутавшись в методиках и подходах, противоречащих друг другу, человек может потерять веру в психотерапию и в себя. Если в этих описаниях вы узнаете свой случай, то спешим вас обрадовать. Данная книга позволит вам получить исчерпывающую и достоверную информацию о том, что на самом деле с вами происходит, а также познакомиться с эффективными инструментами для постепенного возвращения к счастливой жизни без невроза и тревоги. Научные основы книги Данная книга — эффективное практическое руководство по избавлению от избыточной тревоги и порождаемых ею проблем, в том числе симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, агорофобии, навязчивых состояний, беспокойства, страхов и прочих. Основу теоретического, образовательного и практического, терапевтического разделов книги составили принципы когнитивно-поведенческой психотерапии, которая была признана Всемирной организацией здравоохранения самой эффективной при работе с разными эмоциональными расстройствами. Кроме когнитивно-поведенческой психотерапии Аарона Бека и рационально-эмоционально-поведенческой психотерапии Альберта Эллиса, здесь нашли отражение элементы метакогнитивной терапии Адриана Уэллса, терапии осознанности Джона Каббат-Зинна, терапии реальности Уильяма Глассера, а также краткосрочной стратегической психотерапии Джорджо Нардоне. Помимо трудов вышеуказанных авторов, теоретическим фундаментом книги являются работы таких выдающихся зарубежных специалистов в области когнитивно-поведенческого подхода, как Джудит Бекк, Роберт Лихи, Дэвид Кларк, Деннис Гринбергер, Кристин Подески, Рена Бранч, Боб Уилсон, Мэтью Маккей, Марта Дэвис, Патрик Фенинг, Мишель Скин, Лора Смит, Чарльз Эллиотт, Юрген Марграфи и других. Также в книге использованы материалы и разработки отечественных представителей когнитивно-поведенческой психотерапии. В их числе наши наставники и коллеги Дмитрий Викторович Ковпак, Андрей Геннадьевич Каменюкин, Елена Анатольевна Ромек, Владимир Георгиевич Ромек, Андрей Владимирович Курпатов, Сергей Валентинович Павлов, Никита Анатольевич Власов, Ольга Валентиновна Кучеренко, Снежана Александровна Замалиева и другие. Структура книги Настоящая книга состоит из теоретического, образовательного и практического терапевтического разделов. Теоретический раздел познакомит вас с такими понятиями, как избыточная тревога, вегетососудистая дистония, панические атаки, агорофобия, навязчивые мысли и действия, чрезмерное беспокойство. Вы узнаете, какие существуют практические ключи к освобождению от этих состояний. Практический раздел посвящен работе с дисфункциональными привычками мышления и поведения, ведущими к избыточной тревоге. Также он познакомит вас с техниками саморегуляции, которые помогут снизить общий уровень тревожности. Нередко человек, страдающий от различных проявлений избыточной тревоги, оказывается, втянут в так называемые порочные круги самосбывающегося пророчества, бегство от тревоги, поисков заверений, идеальных решений, чрезмерного беспокойства, панической атаки, навязчивых мыслей, мышечного напряжения, тревожного дыхания, гипервентиляции и других. Мы рассмотрим, как формируются эти порочные круги и как из них можно выбраться. В книге вы найдете множество полезных схем и таблиц, иллюстрирующих теоретический и практический материал. Мы надеемся, что они помогут вам лучше усвоить его и воплотить важные принципы в жизнь. Кому адресована эта книга? Книга однозначно принесет вам пользу, если вы часто испытываете длительные и интенсивные эпизоды тревоги, ежедневно мучаетесь от симптомов вегетососудистой дистонии, чувствуете спазмы, боль и зажимы в различных участках тела, страдаете от частых головных болей, вызванных перенапряжением, испытываете трудности с концентрацией внимания и запоминанием информации, мучаетесь от расстройств пищеварения, не связанных с болезнями желудочно-кишечного тракта, отмечайте внезапное вчищение сердцебиения и следите за ним. Испытываете страх задохнуться или упасть в обморок, боитесь сойти с ума или совершить неконтролируемые действия, страдаете от панических атак и боитесь повторения приступов, боитесь перемещаться по городу из-за страха перед паникой, избегаете любых пугающих вас ситуаций, мест и обстоятельств, мучаетесь от нежелательных и неприятных навязчивых мыслей, совершаете различные навязчивые ритуальные действия, испытываете частое беспокойство по разным поводам и без них, страдаете от общей фоновой беспричинной тревоги, примеряете на себя любую тревожную и негативную информацию, постоянно навешиваете на себя ярлыки различных болезней, боитесь заболеть неизлечимой болезнью и часто обследуетесь, измеряете пульс и давление по несколько раз в день, каждое утро сканируете свой организм на наличие симптомов, постоянно прислушиваетесь к своему самочувствию, часто занимаетесь поиском причин своих тревожных состояний, безуспешно ищете помощи у разных врачей и целителей, часто думаете о том, что ваши дни сочтены и вы скоро умрете, страдаете от бессонницы или просыпаете среди ночи от тревоги, чувствуете, что находитесь на грани нервного срыва и истощения, ощущаете нервозность, взвенченность и раздражительность, остро реагируете на яркий свет, громкие звуки и прикосновения, часто нервничаете, суетитесь и не можете усидеть на месте, испытываете острый или хронический стресс, злоупотребляете алкоголем, табаком и лекарствами из-за тревоги, зависите от поддержки, утешений и заверений близких людей, испытываете серьезные ограничения в жизни из-за тревоги, завидуете людям, у которых нет проблем с чрезмерной тревогой, злитесь на близких, которые не понимают, что с вами происходит, раздражаетесь, когда люди советуют вам взять себя в руки, считайте, что вас самый сложный и запущенный случай, думайте, что никогда не сможете избавиться от невроза и тревоги, чувствуете себя одиноким, брошенным и непонятым, чувствуете усталость, слабость, скованность и бессилие, ощущаете потерю интереса к происходящему вокруг, ощущаете безнадежность при мыслях о будущем, часто испытываете обиду, гнев, вину, стыд и подавленность, часто концентрируетесь на потенциальных опасностях и угрозах, настроены на негативный исход любых будущих событий, преувеличиваете реальную значимость проблем и сложностей, стремитесь все контролировать, чтобы не пропустить опасность, катастрофизируете любые возможные негативные последствия, обесцениваете любой позитивный опыт и собственные навыки, плохо переносите неопределенность и неизвестность, стремитесь достичь гарантии в будущем и исключить все риски, взваливаете на себя ответственность за негативные события, стремитесь все делать идеально и критикуете себя за ошибки, считаете, что тревога ужасна, невыносима и опасна для здоровья, боитесь выглядеть нелепо в глазах других людей из-за тревоги, беспокоитесь о том, что часто беспокоитесь. Чему поможет научиться эта книга? Эта работа содержит научно обоснованные теоретические знания, раскрывающие природу, источники и проявления избыточной тревоги. Она включает в себя практические техники приема и упражнения, направленные на выработку нового отношения к избыточной тревоге и симптомам, связанным с ней, снижение уровня избыточной тревоги и ее различных проявлений, формирование навыков самоконтроля при панических атаках, изменение отношения к нежелательным навязчивым мыслям, постепенное устранение навязчивых ритуальных действий, снижение интенсивности ежедневных переживаний и волнений, избавление от мыслительной жвачки о прошлом и будущем, устранение вредных стратегий самокопания и самосканирования, снятие напряжения в мышцах, формирование навыков правильного дыхания, осознанное пребывание в настоящем моменте, восстановление полноценного контакта с собой и реальностью, дистанцирование от негативных мыслей, устранение страха перед телесными симптомами тревоги и паники, тренировку устойчивости к пугающим мыслям, образом и событиям, проработку иррациональных убеждений о тревоге и беспокойстве, формирование умения беспокоиться продуктивно и эффективно, работу с искаженным мышлением, порождающим тревогу, устранение защитного поведения, поддерживающего тревогу, устранение избегающего поведения и преодоление агорофобии, принятие и проживание состояния тревоги, дискомфорта и неопределенности, получение возможности воздействовать на тревожные эпизоды, ослабление эмоций обиды, гнева, вины, стыда и подавленности, развитие устойчивости к стрессу, увеличение повседневной жизненной активности, формирование новой эффективной жизненной философии, улучшение физического и душевного состояния в целом. Почему книга действительно эффективна? Эффективность методик, изложенных в книге, обусловлена следующими факторами. Личный опыт авторов в преодолении невроза и разных тревожных состояний. Регулярное профессиональное обучение и повышение квалификации. Глубокое понимание природы невроза и принципов его преодоления. Опыт помощи тысячам клиентов и участников тренинга в рамках социального проекта «Система здорового мышления». Использование научно обоснованных техник и инструментов, доказавших свою эффективность. Системное и доступное изложение теории и практики. Чего вы не найдете в этой книге? На страницах этой книги вы не найдете таких бессмысленных и беспощадных элементов, как мотивационная накачка и призывы к исцеляющим действиям, лживые истории успеха и неоправданные позитивные заявления, разного рода запугивания, зацикленность на самокопании в поиске внутренних конфликтов, поверхностной теории и гипотезы, сложная и противоречивая информация, скучные материалы и монотонные упражнения. Каковы задачи книги? В числе задач терапевтической программы, предлагаемой в этой книге, донесения исчерпывающей и достоверной информации о неврозах, помощь в преодолении избыточной тревоги и ее разных проявлений, симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, агорофобии, навязчивых мыслей и действий, беспокойства, страхов, передача накопленных знаний и профессионального опыта, помощь в освоении техник и упражнений, доказавших свою эффективность, рассмотрение мыслительных и поведенческих шаблонов, удерживающих вас в тревожном состоянии. Преобразование невроза в отправную точку для саморазвития и качественно новой жизни. Это важно запомнить. А сейчас мы приведем некоторые фрагменты из наших прошлых книг, отражающих важные принципы работы с любыми эмоциональными проблемами, в том числе с невротической тревогой. Важно понимать, что данная книга не является волшебной таблеткой, которая раз и навсегда избавит вас от разных проявлений избыточной тревоги. Авторы не обещают достижения идеального результата, однако дают гарантию эффективности методик, которые собраны в данной книге. Результат будет зависеть только от ваших практических действий, только благодаря им вы сможете день за днем чувствовать себя лучше. Следует четко осознавать, что книга не лечит, не исцеляет, не решает проблему за вас, а является лишь проводником на пути к достижению желаемой цели — счастливой жизни, свободной от самых разных тревожных состояний. Информация, предложенная вашему вниманию, будет полезна не только в плане работы с тревожностью, но и для самореализации в различных сферах жизни. Постепенно невроз перестанет быть для вас проблемой и станет отправной точкой на пути к счастливой жизни во всех ее проявлениях. Знаете, что вы обязательно получите желаемый результат, но помните о главном — ключ к успеху — это практика. Не существует человека, который придет и избавит вас от тревоги. Только вы сами удерживаете себя в своем состоянии, и только вы сами можете себе помочь. Ограничивающие предубеждения Возможно, информация в этой книге будет противоречить методикам, которые вы опробовали ранее. В таком случае напомните себе, что вы слушаете эту книгу именно потому, что прежние способы вам не помогли, а значит, бессмысленно цепляться за старые знания, но есть смысл полностью сосредоточиться на новом методе. Авторы настоятельно рекомендуют воспринимать информацию без предубеждений, особенно в тех случаях, когда она будет противоречить вашему мировоззрению. Вы должны понимать, что на данный момент в вашем мышлении есть искажения, которые со временем привели вас к неврозу, и вам необходимо постепенно отказываться от старых привычек мышления, чтобы начать формировать новые. Ведь чтобы наполнить чашу свежей водой, сначала нужно выплеснуть старую. Еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что нельзя решить проблему на том же уровне мышления, на котором она создавалась. Если вы действительно хотите преодолеть избыточную тревогу, то главное, что вам придется изменить, это привычки дисфункционального мышления и поведения. Только тогда вы сможете почувствовать себя не просто как раньше, а значительно лучше, чем раньше и гораздо лучше, чем просто хорошо. Чтобы начать путь избавления от невроза, вам необходимо признать тот факт, что человек сам является творцом своей жизни, кузнецом своего счастья и несчастья. Ваших и только в ваших руках находится ваша жизнь. А еще в ваших руках теперь есть эффективное практическое руководство, которое станет вашим помощником натернистом, но интересном пути к счастливой жизни без невроза и тревоги. Наберитесь терпения, и вы сможете снова почувствовать себя человеком уже через несколько недель. Первый шаг на пути избавления от невроза вы уже сделали, приступив к прослушиванию этой книги. Надеемся, она поможет вам оставить за порогом жизни жалость к себе, попытки оправдаться и обвинять судьбу в любых несчастьях. Вы наконец-то сможете взять в руки себя и свою жизнь. Практика, практика и еще раз практика. Если вы хотите добиться желаемого результата, важно применять предлагаемые методики на практике и притворять в жизнь принципы, описанные в данной работе. Вы можете конспектировать основные положения, выписывая осознания и инсайты, чтобы иметь возможность в любой момент к ним обратиться. Но не стоит впадать в другую крайность, стремление к максимально быстрому избавлению от невроза. Не пытайтесь освоить материал как можно скорее. Ключ к победе над тревогой, последовательность в изучении материала и регулярная проработка описанных в книге «Принцип » «Принцип » «Принцип